Итак, кассетный магнитофон старинный, Саньо Слим-112. Воспроизводить воспроизводит, ну может чуть-чуть, может замедление есть. Назад перематывает, вперед отказывается перематывать, проскальзывает пасик. Так, давайте посмотрим. Ну, располовинен к магнитофон, проблем нет. Четыре винта открутил, снизу располовинен. Теперь для облегчения снимаем динамик, вот чуть-чуть ослабляем винтик. Один открутили, второй ослабляем, вынимаем динамик. Морду откладываем. В сторону она не нужна. Теперь, откручиваем один единственный винт. И переворачиваем магнитофонную панель. Можно, конечно, ее отпаять. Всего-навсего отпаять надо звуковой кабель, вот этот вот, подголовки. И два провода плюс-минус питания двигателя. Покажу поближе. Плюс около резистора, подстройки скорости, минус рядышком штырёчек. Так, вот мы видим, что при включении перемотки назад, вот, продон, это вперёд, вперёд, шестерня отходит вправо и пасек натягивается. А если включить перемотку назад, шестерня, наоборот, заходит влево и пасек натяжения ослабевает. То есть, делаем вывод, что пасек находится на пределе, хотя воспроизведение ещё или нет. Есть, вот, откручиваем винтик, снимаем панельку со фторопластовой втулочкой. Фторопластовую втулочку, в принципе, можно снять, а можно и не снимать. Вот здесь маслица есть, всё, пускай она сидит на месте. Берём тряпочку со спиртиком, намотываем на отверточку, снимаем старый пасек и по канавкам для профилактики проходим спиртиком. Обезжирили для профилактики. Теперь подбираем пасек. Вот у меня есть вот такой универсальный набор. Сейчас подберём пасек. Вот. Пасек показывает, что подобрали пасек. Пускай короче. Ставим его. Закрываем крышечку. Так, спиртиком чуть-чуть я. Так, пардон, забыл сказать. Вот это вот чёрненькое, это графитовая смазочка. Не обращайте внимания, это я в предыдущий раз разбирал, смазал, чтобы пластмасса ходила всё хорошо. Есть, конечно, специальная смазка для пластмассы, но и советский графит хорошо работает. Вот так, переворачиваем. Ставим на место. И закручиваем венчик. Вот и всё. Сейчас я попытаюсь показать, как стало работать. Электричество протянул сюда. Подключаем питание. Не забудьте проверить. Вот здесь вот есть переключатель. 110, 210 и 240 вольт. Для нас ставим на 240. 240 это до упора по часовой стрелке. В каком-то положении. Пробуем, что получилось у нас. Ставим кассету. Извините, кассета, конечно, старенькая. Владимир Высоцкий. ВВ. Конечно, его... Песня, конечно, довольно-таки заунывная. Так что по ней тяжело определить, тянет или нет. Но, по крайней мере, смотрите. Воспроизведение назад. Стоп. Воспроизведение назад. Стоп. А теперь проверим, как этот магнитофон записывает. Берём другую кассетку. И пробуем запись. Вот здесь микрофончик есть. То есть, на микрофон он должен записывать. Так. Для того, чтобы нам записать, надо одновременно, как во всех магнитофонах, нажать запись и play. Жмём и пытаемся что-то сказать. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Проверка записи. Проверка записи. Слим 112 модель. Стоп. Перематываем назад. И пробуем воспроизвести. Проверка записи. Так. Чего-то тихо очень. Значит, стоп. И проверяем ещё раз. Здесь регулятор есть. Громкость до упора у меня. Вот регулятор тембра может является регулятором уровня записи. Пробуем ещё раз. Крутим в другое положение регулятора тембра и пробуем что-то записать. Вот это в одну сторону до максимума. А теперь, как было, выворачиваем в другую сторону до максимума. Опять в ту сторону до максимума. Раз, два, три. Раз, два, три. Перемоточка. Пробуем. Нет. Как видите, очень тихо пишет. С этим и надо разбираться. Хотя вот ещё. Давайте просто напрямую включим. И напрямую постучим по микрофону. А, видите, индикатор записи боргает. Раз, два, три. 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 Вот. Ну, это просто надо громче говорить. Раз, два, три. 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 но все равно как видите надо разбираться с записью а в основном рабочий магнитофон для воспроизведения всего доброго уже собирая магнитофон я понял что неправильно поставил микрофон кверх ногами микрофон надо ставить проводом вниз я поставил проводом вверх сейчас попробуем сейчас подключим питание опять включаем запись раз два три раз два три общая тишина раз два три раз два три поэтому он хорош тем что поддерживает скоростную перемотку не отпускаю play да ничего не записалось что-то пробуем будет микрофон вроде все целенько аккуратненько раз два три раз два три раз два три прям в микрофон раз два три раз два три раз два три ну видите микрофон работает так аккуратно его вставляем в корпус может что-то нажал не то я там фиксируем кабелек скрепочки так и пробуем еще раз проверка записи раз два три проверка записи ну вот более-менее стало лучше ну а проводами без проблем записывать даже показывать не будет тем более проводов у меня нет к нему звуковых у всего доброго сборка сборка этого магнитофона проста вкладываем ручку с направляющими направляющие должны попасть не в паз а внутрь магнитофона они по-другому не лягут чтобы ручка могла свободно ходить для профилактики берем нашу любимую воду 40 и чуть брызгаем прям немножко чтобы ручка спокойно ходила соответственно закрепили динамик положили все проводки здесь вот такие вот защепочки есть и спереди надеваем верхнюю крышечку видите ручка ходит свободно переворачиваем все это так вперед закручиваем длинные витки сзади коротенькие самые короткие батарейные максеки и чуть по длиннее вот что получилось закрываем крышечку батарейного отсека вот такой вот аккуратненький магнитофон получился потёрки жизни конечно ничего не сделаешь в завершении послушаем Высоцкого перемотаем кассету на начало вверх оба выстрелы высоцкого Обнулим счетчик и запустим воспроизведение. Приятного прослушивания! Приятного аппетита! 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 а мою и мне по белому я за белого цвету от вы угорю я и мне угорел пар горячий развяжет язык вспоминаю как утречком раненько брату крикнуть успел позови и меня два красивых охранника везли из Сибири в Сибирь а потом на карьере встопили наколпотавшись слезы и сердца ближе к сердцу кололи мы профили чтоб он слышал как рвутся сердца не топи и мне баньку по белому я за белого цвету от вы угорю я и мне угорел ламу пар горячий развяжет я дык ознобить от рассказа до тошного пар мне мысли прогнал от ума из зуманя холодного прошлого об генда и горячий туман съемен соскучали мне мысли в огням чё получила я две Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok